Количество рекламы в интернете растет с каждым днем. В среднем пользователь видит около 63 публикаций именно рекламного характера. Большинство относятся к ним равнодушно, кто-то их просто не замечает, но есть даже те, кто активно воюет с рекламой, кто активно использует всевозможные программы баннера резки, кто отмечает это как спам и так далее. То есть люди, которые активно сопротиводействуют рекламе, которых она бесит, которые гневаются на нее. Меня зовут Алена Полихович и в сегодняшнем ролике мы рассмотрим с вами что такое потребительский цинизм. Почти около 11 процентов людей готовы активно сопротивляться рекламе и бороться с ней всеми возможными средствами. То есть это не просто баннерная слепота, когда человеку все равно и он просто не замечает рекламный баннер и проходит мимо. Нет, эти люди как раз таки готовы пойти на все, потратить кучу времени, использовать все возможные средства для того, чтобы бороться с маркетологами. Если мы проведем аналогию с реальной жизнью, то это можно назвать подъезды, домов, лифтов, где вы все не единожды видели вот эти всевозможные объявления, которые приклеены как в лифте, так и просто на дверях, так и на специальных досках объявлений. И большинство людей просто пройдет мимо, они не будут обращать на это внимание. Но будут идти люди, которые будут гневно сдирать и выкидывать эти объявления. И если вы спросите почему они так делают, то ответ будет вовсе не в том, что они что-то делают не по закону, то есть объявления наклеены не там, где они должны быть. Нет, просто вы услышите гневные надоели уже, они бесят. Но если в подъезде мы можем сорвать и выкинуть объявления, то вот в интернете так просто удалить объявление не получится. И поэтому в ход идут всевозможные программы, которые помогают навредить рекламодателю. Но сперва мы разберемся вообще в причинах такого явления, как потребительский цинизм. Еще в 2010 году маркетологи начали говорить о надвигающемся потребительском цинизме. И вот даже я нашла исследование Филиппа Аду и Паулина Першера, где они говорят о том, что уже 10 лет как активно хейтятся те компании, которые путают немножечко рамки маркетинга и выходят за их пределы. Еще в 2019 году на площадке Sync with Google Тим Скотт, директор по маркетингу, директор компании Land or Lake, сообщил о том, что компании должны больше заботиться о том, предоставляя свой продукт, чтобы не выглядеть как компании, которые стараются любыми средствами и способами впарить свою продукцию. Он говорит в своем исследовании о том, что сплошь и рядом компании, обычные пользователи попадаются в уловку маркетинга. И он ни в коем случае не призывает отказываться от маркетингового подхода, но пересмотреть его. Рекламы становится очень много и, соответственно, порой переходя на тот или иной сайт, мы даже иногда не понимаем, а куда же мы попали. Это мой любимый сайт, это именно тот сайт, где я хотел посмотреть там сериальчик или фильм, или же это целая рекламная площадка, потому что со всех углов сайта на нас смотрят какие-то баннеры. И каждый баннер практически говорит то же самое, купи акции здесь и сейчас. То есть люди начинают понимать, что, например, вы покупаете что-то на алиэкспрессе там за 20 рублей, делаете маршу в 400 процентов, создаете быстро лендинг с этим товаром, говорите что купите купите только здесь сегодня и сейчас там два часа до конца скидки акции там покупайте за 2 500 рублей только этот девайс и это супер выгодное предложение и супер дешевое. И постепенно-постепенно люди начинают понимать, что здесь что-то не так, копится недовольство, негатив, что и называется потребительский цинизм. Посетители начинают понимать и думать, что за ними следят, в частности это относится к контекстной таргетированной рекламе, потому что мы сами знаем принцип ее работы, человек вводит там купить iphone 6 и вот через секунду буквально он начинает посещать любые другие сайты и его везде навязчиво начинает преследовать реклама с этими айфонами и с предложениями купить недорого здесь сейчас в рассрочку. Ну а когда мы там не знаю скроллим ленту где-нибудь в контакте, например, если слушаем аудиозапись и нам тоже начинают говорить предложение поступать о работе, о вакансиях, а мы недавно пересмотрели какие-то сайты с вакансиями, то конечно мы заподозрим что-то неладное и вот здесь у меня сейчас на экране открыт скрин, где некоторые особые маркетологи, они уже не стесняются и пишут в личные сообщения или же в сообщения на телефон пользователю свои рекламные предложения ну и конечно обычно пользователи начинают думать что за ним следят это конечно же не очень приятно плюс конечно же вот такое обилие реклама но просто элементарно мешает серфингу по интернету мы заходим на сайт и видим рекламу и вот в этом примере здесь еще это как-то более-менее но обычно зачастую куча рекламы куча всплывающих баннеров они могут закрывать полностью нужные нам кнопки навигации меню и так далее и очень часто бывает так что нам очень сложно вообще убрать рекламу потому что мы нажимаем на крестик часто вы видели сообщение что нужно еще дальше нажать мне неинтересно после этого может появиться другая реклама и часто нам просто невозможно убрать эту рекламу очень сложный вот мы уже сидим пару минут как на сайте а никак не можем добраться до того чего нам нужно потому что на нашем пути постоянно стоит реклама которая не закрывается по данным исследования инфолинк всего лишь 3 процента людей считают рекламу адекватной своим запросам остальные же 97 процентов считают что эта реклама вообще мимо кассы и не имеет к ним никакого отношения и возникает вопрос зачем мне показывать рекламу товаров или услуг которыми я не пользуюсь и не интересуюсь и конечно же это раздражает и здесь конечно срабатывает несовершенство поисковых систем а поисковиков особенно того же яндекса когда вы хотите в википедии найти какое-то определение например что такое работа не знаю в этом пишите реферат или там доклада а потом у вас просто на каждом сайте будет преследовать реклама с работой с выгодными вакансиями заработок от и так далее ну и конечно это не может не раздражать пользователя крупные даже бренды очень часто ошибаются на попытках на хайпе приспособиться к этому потребительскому цинизму и тот самый Тим Скотт о котором я уже говорила ранее с 30-летним опытом маркетолог он предостерегает вот компании от такого что они хотят хайпануть как-то там это все использовать в своих целях а получит как бы совершенно негативную реакцию так в прошлом году очень крупные всевозможные компании как мы видим они пытались сесть скажем так на хвост ЛГБТ движению подчеркнуть свою толерантность что их бренд он как бы толерантен к этому использовали там яркие витрины в этих красках а вот мы видим всевозможную рекламу которая о чем-то говорит про геев да вот H&M мы видим тоже вот эти радужные цвета и так далее но к сожалению они получили совершенно другую реакцию от представителей сообщества ЛГБТ они восприняли такую рекламу брендов в штыки сказав о том что действительно поддержка и просто говорить о поддержке это абсолютно разные вещи что в данном случае бренды они просто как бы хайпуют на этом и пытаются дополнительно заработать кучу денег и никакой тут действительно поддержки нет и поэтому тим скотт он призывает бренды не использовать вот все вот эти вот темы сейчас которые особенно модны популярны там охрана окружающей среды толерантность и так далее не использовать это в своих рекламных компаниях если до этого компания не была замечена в том что она вот как-то волнуется то есть например если ваша косметика которую вы производите или продаете она не совсем скажем так этичная если она тестируется на животных или что-то в этом роде то глупо делать рекламный слоган какой-то защитим животных там что-то связано с окружающей средой и так далее то есть это вызовет всего лишь обратную реакцию а не ту которую вы ожидаете получить и никаких дополнительных продаж вы не получите а получите гораздо больше негатива тим скотт наоборот советует компании сосредоточиться на том что они хорошо знают умеют на что направлена их деятельность и убедиться что именно это они транслируют в своем маркетинге так например его компания land all x она специализируется на фермерских хозяйствах и они решили развеять скажем так стереотипы связанные с этим то есть они решили показать что не только старые бородатые какие-то мужчины занимаются фермерскими угодьями как многие думают наоборот почти 30 процентов составляют женщины они взяли известную в америке песню кантри песню старый макдональд и сделали такую 30 секундный ролик где они поставили в главных ролях женщин которые занимаются сельским хозяйством и в этом ролике они развеяли все стереотипы скажем так и ролик выстрелил просто потому что его такая реклама она не была направлена на попытку хайпануть на чем-то новом нет он показал то чем он действительно занимается и пусть даже взяв и переделав популярную песню то есть которую все знают любят или слышат таким образом привлекая больше потенциальных скажем так посетителей его ролика но он брал именно за основу то в чем он разбирается и это гораздо гораздо лучше чем если вы будете просто пытаться хайповать на темах которым ваша компания в принципе не имеет никогда никакого отношения как же пользователи борются с ненавистной рекламы ну во первых они используют программы баня на резке это всем известный нам от блог где вы просто ставите себе софт на компьютер и наслаждаетесь великолепной чистой лентой без любой рекламы если в 2017 году цифра таких людей составляла около 11 процентов то вот по исследованию page fair то сейчас эта цифра растет с каждым годом на 30 процентов и уже общее количество людей которые используют всевозможные программы блокировки рекламы составляет 25 процентов то есть целых 25 процентов людей устанавливают программы и не хотят видеть рекламу и конечно же маркетологам это достается очень плохо от этого становится потому что вы просто впустую тратите свой бюджет на рекламу ну и конечно пользователь не увидит предложение которое возможно бы его заинтересовало но по данным исследователей того же page fair люди некоторый процент людей они не против видеть рекламу на сайтах но чтобы она была умеренная то есть чтобы ее не было чересчур а несколько там баннерочков которые будут отвечать их требованиям они в принципе готовы потерпеть ну и как же бороться с таким явлением тогда спросите вы во-первых вы можете использовать всевозможные программы такие же как page fair которые помогут обходить блокировщики рекламы но используйте их осторожно так как они ухудшают все-таки пользовательский поиск также вы можете просить лояльных пользователей не использовать блокировщики на вашем сайте можно также вносить изменения в код сайта и таким принципом пользуется фейсбук он делает просто невидимые баннеры для вот таких вот обходчиков рекламы но это очень время затратные и дорогой способ и не факт что он будет работать хорошо на сто процентов конечно вы еще можете использовать нативную рекламу очень аккуратную и интересную чтобы не раздражать пользователя ну и также старайтесь соответствовать политике лояльности потому что например тот же adblock он блокирует далеко не всю рекламу а только ту где есть графические изображения графические баннеры и чтобы попасть в белый список скажем так от блока вам нужно подать заявку в техподдержку от блока он рассмотрит ваш сайт и скорее всего возможно если вы не нарушаете никакой политики то вы сможете попасть в белый список от блока и рекламу на вашем сайте будет видно следующий пункт это пользователи жалуются на рекламу вот вам яркий пример я вижу кучу рекламы я могу нажать на крестик скрыть объявление и здесь мне будут предлагаться варианты не интересуюсь этой темой товар куплен или услуга найдена нарушает закон или спам мешает просмотру контента если мне просто не нравится эта реклама и я просто хочу ее сейчас скрыть я выберу скорее всего адекватный вариант не интересуюсь этой темой либо же товар куплен или услуга найдена но если я буду бороться с системой вот этой вот рекламы этого обилия и так далее а то в таком случае такой человек выберет нарушает закон или спам или же мешает просмотру контента и этот баннер на самом деле может абсолютно никак не нарушать закон абсолютно никак не мешать просмотру контента но вот просто люди которые борются с этой системой они будут выбирать конкретно эти пункты и для вас как для рекламодателей это очень плохо потому что система может наложить санкции фильтры скрыть вашу рекламу не показывать ее больше если особенно будет поступать слишком много жалоб такого рода конечно же ваши деньги тратятся впустую ну и конечно другие пользователи тоже не смогут увидеть рекламу и что же делать чтобы такой ситуации не происходило во-первых следите за размещением блоков рекламы на сайте возможно они действительно закрывают какие-то важные и нужные поля также предлагайте старайтесь во всяком случае предлагать пользователю максимально релевантную рекламу которая его хотя бы не будет раздражать параметры таргетинга при настройке контекстной рекламы очень релевантно учитывайте ну и конечно пытайтесь все-таки использовать именно нативную рекламу следующий пункт это холостые клики переходы по рекламным баннерам здесь могут использовать как ваши конкуренты против вас чтобы просто скрикивать ваш бюджет также мошенники которые это хорошо распространена тема например на яндекс дзен когда владелец получает процент с кликов и переходов с его сайта с рекламы могут аниматься люди с фриланса специальные программы которые будут скрикивать ваши объявления и если у вас там низкочастотные ключи да или там не супер конкурентная тема то вы там потратите всего лишь несколько рублей а если тема очень высококонкурентная да и там стоимость кликов может достигать сотен тысяч рублей и конечно очень неприятно мягко говоря и потратить эти деньги и не получить как бы никакой сделки никакого клиента ну и конечно люди которые борются с этой всей системой маркетинга они тоже могут быть в курсе всего этого и они могут просто без разбора кликать на всю рекламу которая им попадается просто чтобы насолить рекламодателю и конечно это очень плохо для рекламодателей потому что это грозит и сливом бюджета и всякими санкциями от яндекса и гугла и ухудшением поведенческого фактора и самое прискорбенное это то что бороться вот именно с этим пунктом очень и очень тяжело и нужно просто максимально релевантно стараться настроить рекламу на максимально нужных нам пользователей на максимально нужные нам каналы проверенные и хорошие если это там кмс или там россия ну и конечно уход просто пользователя сайта это актуально для тех сайтов которые очень перегружены рекламы где куча всплывающих окон виджетов баннеров всего чего угодно и чтобы добраться до нужного контента пользователю конечно приходится нелегко все это понижает позиции вашего сайта скорее всего пользователь не вернется на ваш сайт и так что это очень плохо и чтобы с этим бороться вам просто нужно оптимизировать свой контент особенно что касается рекламы посмотреть так чтобы рекламные блоки были расположены там где нужно ничего не закрывали чтобы рекламных блоков было не огромное количество и вот этих вот всяких всплывающих окон также было не огромное количество для пользователя но теперь вы знаете про таких пользователей которые борются с рекламой к чему это приводит и чем это грозит и к сожалению ситуация будет усугубляться потому что реклама становится больше товаров становится больше конкуренции становится больше и чтобы не пострадать то вам нужно просто поставить себя на место обычного пользователя понять что его раздражает и как сделать так чтобы пользователя меньше раздражал ваш сайт меньше раздражала реклама стараться делать интересную рекламу нативную рекламу рекламу которая будет отвечать ожиданием пользователям которая нужна ему именно здесь и сейчас, и она ему действительно нужна, а не просто так он видит все подряд. Таким образом вы сами увидите недочеты и поймете как сделать рекламу лучше. Пишите в комментариях как вы боретесь с рекламой, если боретесь, раздражает ли она вас или нет, какая реклама вас раздражает, или же если вы владелец бизнеса и пускаете рекламу, как часто вы страдали вот от действий таких людей, когда реклама просто в тупую там скликивалась, на нее жаловались и так далее. Ну а если вам понравился этот ролик, он был для вас полезен, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш youtube канал, также вступайте в нашу телеграм-группу, где вы можете обсудить все вопросы, которые связаны с SEO-продвижением и контекстной рекламы, и конечно же не забывайте слушать наши аудио подкасты, и до новых встреч!